В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. На уже отремонтированной части Потемкинской лестницы ступени пошли волнами. Мэрия собирается разрешить проезд автотранспорта по трассе здоровья. В Одессе открылась профессиональная неделя моды. Одесская область получила новый стратегический план развития на 2017-2019 годы. Проект под названием «Разумный регион» представил председатель областной государственной администрации Максим Степанов. Стратегический план нового губернатора предусматривает реформы во всех направлениях социально-экономической деятельности. В идеальном варианте это программа европеизации области. Проект включает четыре основных блока. Прежде всего, совершенствование системы управления, которую обещают сделать разумной и открытой. Модернизация системы управления регионом, возможно, за рахунок створения разумной операционной панели региона. Что это такое? Это сбор данных, сбалансована система социально-экономических показников и унифицирована аналитика. То есть, когда мы в режиме онлайн и офлайн бачим весь развитие, все социально-экономическое життя, будь-якого поточку нашей области. Это эффективно прозорная работа Одесской областной администрации, суттевое снижение уровня коррупции. Среди планируемых нововведений – получение населением электронных услуг и полной информации о работе всех подразделений областной администрации, включая расходы денежных средств. Второй пункт – обеспечение конкурентоспособной региональной экономики. В числе первоочередных задач – создание условий для увеличения объема внутренних и зарубежных перевозок пассажиров и грузов морским, воздушным и автомобильным транспортом. Предполагается ускорить реконструкцию аэропорта, ремонтировать и строить дороги. 90% существующих магистралей требуют капитального ремонта. Учитывая сельскохозяйственную специфику самой большой области Украины, необходимо развивать перерабатывающую промышленность с использованием иностранных кредитов, с тем, чтобы экспортировать не сырье, а готовую продукцию. Третье направление – развитие территориальных громад и человеческого потенциала. Через посиление участки громад в решении местных проблем и управления громадой. Это регистрация и интеграция АТГ, громадских организаций, на едином информационном платформе области. Это программа, как проведение так называемых громадских бюджетов, бюджет участки, про который я сказал раньше. Это развитие публично-приватного партнерства, шляхом посиления взаимодействий в системе органов, органов местного самовредования, бизнеса, громады. Исполнение всего намеченного должно привести к повышению качества жизни населения. Увеличится финансирование системы здравоохранения и образования, правоохранительных органов и экологических программ. В теории предложения губернатора, безусловно, прогрессивны и необходимы. Вопрос в том, как отреагируют на них армии чиновников и удастся ли переломить сопротивление коррумпированной бюрократической системы. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания КРУГ. Городские власти обрадовали одесситов. В конце весны Потемкинская лестница предстанет перед горожанами и гостями Одессы во всей красе. Уже отремонтированы несколько пролетов и частично парапет лестницы. Впрочем, то, как сегодня выглядит Потемкинская, напоминает ее карикатуру. Почему? В сюжете наших корреспондентов. Радость по поводу скорого открытия Потемкинской лестницы после, так сказать, ее ремонта оказалась сильно преувеличена. Ибо то, что на сегодняшний день открывается взор у горожан, уже отремонтированную часть вызывает скорее ужас. Уже уложенные ступени разъехались и накренились. А их параллельности, предусмотренные создателями Потемкинской лестницы, теперь можно просто забыть. Одинаковая высота укладки осталась в историческом прошлом, отчего Потемкинская лестница приобрела вид кое-как сляпанного на глазок ее подобия. И все это расползающееся и разъезжающееся в разные стороны, так сказать, строение у нас теперь и будет называться отремонтированной Потемкинской лестницей. Сейчас, когда уже речь идет о выкладке и окончательной стадии отделочных работ, сейчас все могут увидеть, что действительно ступени лежат в кривь и в кость. Причем, если раньше была проблема выпадения ступеней из лож, то сейчас мы видим, что просто ступени выложены не по ровной линии, а есть такие вот волны. Выкладка ступеней, по сути, не предполагала, что это будет делаться за такой короткий промежуток времени. Когда начали гнать, началась халтура, которая привела к тому, что все эти работы должны, в общем-то, сейчас переделываться. Как говорится, чтобы этих мастеров ручки не болели. Как не болит голова, занаделанная у городского головы. Почему одесская мэрия считает, что эдакое безобразие и халтурную работу можно вообще считать ремонтом? Это же как надо было так ремонтировать, чтобы после проведения работ стало не только не лучше, но и значительно хуже, чем было. Если это достопримечательность, то исключительно со знаком минус, чтобы одесситы и гости города могли завсегда посмотреть, что бывает, если за дело берется одесская мэрия. Складывается впечатление, что вся эта реконструкция затевалась не для самой реконструкции, а для Дерибана парковой территории по обеим сторонам лестницы. Основным мотивом была именно организация проходов. Причем, ведь часть финансирования, насколько я понимаю, взяла именно компания, которая, скажем так, осваивает эту территорию, капитализирует ее, скажем. И именно поэтому, в общем-то, и я настолько беспокоился о лестнице как о культурном наследии. Потому что, ну, во-первых, это новый дел. Во-вторых, мотивы, мотивы, они позволяют предположить, что мы можем потерять не только лестницу, но и потерять как общественные территории эти парковые зоны. Ну и приобрести павильоны. Да, приобрести, приобрести, ну, Украдию, Уркадию, не знаю, Аркадию, в общем-то, только уже на склонах. Из-за того, что строители не смогли или не захотели нормально уложить гранитные блоки, ступени Потемкинской лестницы пошли волнами. Вот на фотографиях, сделанных активистом и Евгением Сокольским, видно, как искривилась отремонтированная часть Потемкинской лестницы. И это в мэрии называют ремонтом и реконструкцией, причем за деньги городского бюджета. То есть за счет самих одесситов происходит убийство нашей достопримечательности. Жемчужины-жемчужины. Искривленные ступени Потемкинской. Как символ искривленной действительности, в которой вынуждает жить Одессу городская власть. На одесских склонах очередной оползень, который на этот раз уничтожил половину пляжа в районе Люсдорфа. Об этом сообщает одесский общественный активист Руслан Балдежар. Одесский активист Руслан Балдежар произвел фотофиксацию очередного оползня на склонах, на этот раз съевшего половину пляжа в районе Люсдорфа. Как отмечает на своей странице в Фейсбук сам Одессит, ровно год назад склон выглядел совсем по-другому. Но благодаря безалаберной застройке вдоль побережья Одесса уверенно принимает эстафету у Черноморска, где, как известно, оползне съели часть приморских улиц вместе со стоящими на них особняками. На Одесском пляже уже обвалилась лестница и пошли трещины по прилегающим к самим склонам домам. Одесские городские власти, проводящие так называемую реконструкцию Тираспольской площади, на самом деле отрабатывают очередную коррупционную схему. В преступный сговор вступили чиновники мэрии и подрядчик работ. Во всяком случае, именно к такому выводу пришел автор серии журналистских расследований Григорий Казьма. Подробнее в нашем сюжете. Объявленная Одесской мэрией так называемая реконструкция Тираспольской площади, начавшаяся еще 9 месяцев назад, на самом деле несет в себе коррупционную составляющую. К такому выводу пришел автор серии журналистских расследований, грамматики следства Григорий Казьма. Как отмечает блогер, все проводимые на площади работы производились по привычным для Одессы схемам. Так, при изучении дорожных тендеров проявились признаки определенной связки между представленными компаниями и самим гурсоветом. В конкурсных торгах принимали участие три компании «Пикстрой», «Роздорстрой» и предприятие «Тирас». Еще в августе 2014 года сайт «Наши гроши» указывал, что две из этих компаний «Пикстрой» и «Роздорстрой» имеют признаки связи друг с другом. В частности, в течение 2007-2012 годов в состав учредителей «Пикстрой» входил Геннадий Киосе, а его отец Константин Киосе был директором «Роздорстрой». Кроме того, Константин Киосе был среди соучредителей инвестиционно-производственной компании «Автомагистраль», бессменным руководителем которой, как и «Пикстрой», является Марина Лазовенко, депутат Одесского городского совета от партии «Доверяй делам». По мнению Григория Казьмы, цитируем, «Родство между конкурирующими участниками тендера указывает на явные признаки фиктивности. Эти признаки усиливаются тем, что кроме родства, один из участников тендера имеет прямое отношение к партии мэра, является депутатом городского совета, а второй имеет прямое отношение к группе фирм, аффилированных с мэром. Указанный фактаж еще раз говорит о наличии сговора между участниками тендера для формального и фиктивного участия в тендера с целью выведения средств из местного бюджета». Марина Лазовенко имеет и другие экономические связи с «Росдорстрой», а именно среди соучредителей автомагистрали числится Наталья Шумахер, жена Юрия Шумахера, одного из конечных бенефициариев «Росдорстрой». При этом и «Пикстрой», и «Росдорстрой» фигурируют в уголовном производстве НАБУА 28 апреля 2016 года по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса Украины по факту растраты средств местного бюджета города Одессы в особо крупных размерах. Кроме того, как пишет автор, правоохранители отмечали, что и предприятие «Тирос» неоднократно принимало участие в конкурсных торгах совместно с «Росдорстрой», но ни разу не выигрывало, что указывает на признаки формальности и эффективности их участия. Кроме того, как сообщает Григорий Казьма, находясь в коррупционном сговоре, чиновники ГАСК и Одесской мэрии уменьшали категории сложности объектов строительства и ремонта, чтобы предоставить возможность участия в дорожных тендерах правильных компаний, даже при отсутствии у них необходимых лицензий, оборудования и работников. Таким образом, пишет Григорий Казьма, очевидным является отсутствие соответствующей лицензии «Упикстрой», что ставит под сомнение законное заключение с ним договора на выполнение капитального ремонта площади Тираспольской. Кроме того, автор расследования считает, что именно отсутствие работников соответствующей квалификации при выполнении работ по строительству пути привело к аварии 14 февраля 2017 года, когда с рельсов именно на кольце сошел трамвай 15 маршрута. Стоят ли такие работы потраченных денег? Напомним, мэрия выделила на них более 48 миллионов гривен. И не факт, что это сумма окончательно. Ибо в ходе проведения так называемой реконструкции выяснилось, что до капитального ремонта Тираспольская площадь не исследовалась, и для подрядчика стало чудом наличие мостовой под асфальтобетонным покрытием. И потому историческую брусчатку не оставили, а заменили новоделом. Также вопиющий факт – неправильное устройство дорожек с измененным покрытием, с тактильной информацией для людей с инвалидностью, которая была осуществлена с нарушением ДБН. Все эти вышеперечисленные факты, как минимум, указывают на преступную халатность и, как максимум, очередной распил городского бюджета. Очередные странные причуды нашей мэрии, связанные с открытием проезда автомобильного транспорта по специальным пропускам по трассе «Здоровье», вызвали волну негодования и возмущения одесситов. Трасса «Здоровье» – это, по сути, крупнейшая и единственная на всю страну пешеходная набережная на берегу моря, еще и находящаяся в зеленой зоне. Одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях стала тема с открытием трассы для избранных автомобилей. На этот раз городские власти вынесли в публичный доступ проект решения исполкома Одесского горсовета о порядке въезда в прибрежную зону. Выдавать пропуска на въезд будет наш славный департамент муниципальной безопасности, а все въезды и выезды будут контролировать КП муниципальная охрана. На бумаге все выглядит аргументированно и идеально, да и мэрия заверяет, что причин для беспокойства у жителей нету. Да это ведь полный бред, учитывая специфику законодательства Украину и коррумпированность нашей власти, в конце сезона мы получим список из нескольких тысяч транспортных средств, якобы обслуживающих город и прибрежную территорию. Трасса здоровья может просто превратиться в автобан для мажоров, депутатов и чиновников. Практика это уже… Пешеходная, для отдыха, здесь дети, здесь мамы на колясках, много народу, пожилые люди. Это нужно, вот такая зона нужна для того, чтобы люди могли восстанавливаться. Вот это шлагбаумы поставили для наживы. Кто-то наживается, это каждый заезжает, десятку отстегивает. Нужно ли открывать трассу здоровья для автобан? Конечно нет, это абсурд. Это единственная дорога, где можно на роликах на велосипеде покататься вот здесь. Единственная. Кстати, позор нашим городоустроителям, что негде кататься на велосипеде. Все горожане вынуждены приезжать сюда, чтобы 20 метров безопасно проехать, чтобы вас не сбила машина на велосипеде. В проект решения также добавили пункты въезде спецтранспорта и транспорта предприятий, которые осуществляют строительство, ремонт или реконструкцию объектов в прибрежной зоне. Вы только представьте, какая замечательная прогулка у вас получится по трассе здоровья, когда рядом туда-сюда будут ездить мусоровозки и строительные газели. Каким воздухом все будут дышать, да и вообще, это будет уже не трасса здоровья. Это курортная зона, это страх. Нет, конечно, ни в коем случае нельзя. Мы категорически против того, чтобы разрешать ездить здесь транспортно. Элементарно проедет иногда, когда мы вот гуляем, едет мопед. Запах ужасный, дышать нечем, минуту-полторы где-то так идешь и все это ощущается. Конечно, это невозможно, не нужно это делать, ни в коем случае. Я думаю, что много народу поддержат. А ведь не так давно, еще в 2014 году, наш славный мэр Геннадий Леонидович обещал, что трасса здоровья была, есть и будет пешеходной зоны. И как городской глава он будет держать на личном контроле вопрос организации и транспортной развязки на трассе здоровья. Но с годами людям свойственно забывать свои обещания. Теперь, видимо, у самого мэра и всей Трухановской свиты абсолютно другие взгляды и понятия по поводу благоустройства города, если они решили разрешить круглосуточный въезд и передвижение по трассе здоровья для автотранспорта. Но чтобы общественность не беспокоилась, заместитель городского головы Андрей Котляр дал честное слово, что ситуация будет под контролем. Охрана, шлагбаум, строгий пропускной режим. Правда, странно, что сделал это на своей страничке в Facebook, а не публично собрав общественность и представителей СМИ. А как работает строгий пропускной режим с охраной и шлагбаумом, мы все уже убедились, прогуливаясь по пляжу с 10-й до 16-й фонтана, где в разгар курортного сезона пройти практически невозможно. Тут вопрос регламентации стоит, да, и ненарушения прав, скажем, одной стороной, других прав. Мы на сегодняшний день не знаем, допустим, как действовала эта схема, кроме того, что мы видели тот произвол, который творился на том же лонжероне при въезде и так далее, то есть эти пробки, и все-таки периодическая возможность проезда и ловля автомобилистов на трассе здоровья. Вот, поэтому я считаю, что исполком не должен рассматривать этот вопрос, пока не будет встреча общественников, руководства города и профильных управлений с рассмотрением конкретных претензий, которые были в течение 2014-2015 года, итогов, обсуждений итогов, которые были приняты рекомендациями общественных и инициативных слушаний 1 и 8 февраля 2015 года. Вопрос не самого только проезда стоит, а формата обсуждения этого вопроса. То есть Фейсбук – это недостаточная площадка для того, чтобы принимать такое решение. Интересно, прислушается ли мэрия к мнению горожан или будет продолжать постить в Фейсбуке лозунги «Доверяй делам!» и принимать решения в одностороннем порядке? Дикая страна, коррупциональная страна. Тут будут и выпившие люди, то есть это очень плохо, даже что мысли такие возникают. Я помню просто, что здесь было, когда здесь ездили машины, ну, это одно с другим никак не совмещается. То есть, чтобы люди отдыхали, получали удовольствие. Гости, курорт наш, чтобы получали удовольствие от отдыха. Это будет раздражать, и не исключено, что будут даже несчастные случаи, потому что очень много детей и ветеранов, валидов разных, как бы здесь проводят премию, вот оздоровляется. Именно «Транс-здоровье» – это, можно сказать, одна из жемчужин нашего города. Мы категорически против. Мы с ребенком гуляем, вот там спокойно себе. Сейчас мы будем идти, думая, что сзади кто-то будет ехать, и наедет, я не знаю, там, пьяный или еще какой-то. А не так по паркам ездят, этого достаточно. Так что нет, конечно. Открыв круглосуточный проезд по пропускам, следует понимать то, что однажды какая-нибудь пьяная скотина за рулем крутого автомобиля может задавить ребенка на трассе здоровья. Денис Шацила, Сергей Коняхин, телеканал «Круг». С приходом весны в Одессу пришла и профессиональная неделя моды. Именно организатор Одесса «Фэшн Вик» будут развивать фэшн-индустрию, как в юго-восточном регионе, так и в Украине в целом. Как известно, Одесса – многонациональный город со своей культурой и спецификой, в который приезжает большое количество специалистов различных сфер. Сегодня же, 22 марта, в наш город заглянула профессиональная неделя моды со своими креативными и многоуровневыми программами, которые включают в себя модные показы, фэшн-конференции и музыкальные выступления как украинских, так и зарубежных артистов. А также Одесская неделя моды предоставит возможность побывать на мастер-классе лучших специалистов фэшн-индустрии. Как развить креативное мышление и продвинуть свой бренд в мир моды, этому и многому другому будут учить всех желающих уже опытные профессионалы. И уже сегодня в 8 вечера мы всех ждем на официальной перепаде вечеринки от журнала Ukrainian Fashion. Мы готовим уникальные две фотозоны, на которых все гости, гости смогут почувствовать себя настоящими кавер-гел и получить фотографии на память, как на обложку. Организаторы Одесса Fashion Week будут продвигать украинские торговые марки одежды, обуви, аксессуаров и содействовать развитию модной индустрии не только в Одессе, но и по всей Украине. Более того, в рамках Одесской недели моды будут предоставлены коллекции более 30 дизайнеров из пяти стран, а именно Украины, Молдовы, Нигерии, Италии и Таджикистана. Мне хочется, чтобы украинские дизайнеры звучали далеко-далеко за границами нашего государства, чтобы Украина была красивой и тоже брали из нас тоже пример. Поэтому мы все вас ждем. Я думаю, что будет интересно. Думаю, что будет… Не думаю, я уверена в этом. Приходите. Также организаторы Одесса Fashion Week стремятся продвигать не только дизайнеров, но и моделей. Их цель на сегодня – это максимально поднять уровень фэшн-индустрии в Украине. Не ищите Европу. Вот Одесса – это сегодня европейский город. И то, что мы творим, и то, что мы делаем, это касается и Европы, и всех. Потому что мы – Одесса, мы – Европа. Одесса – это все-таки культурная столица. И слава Богу, что уже который сезон подряд этот проект живой, он живет и будет жить, он развивается с большими-большими перспективами. Одесская неделя моды поможет реализовать и проявить все культурные достоинства Одессы и покажет всему миру, насколько талантливы наши молодые дизайнеры, иллюстраторы и многие другие специалисты в сфере искусства и моды. Наш выпуск новостей подошел к концу. Далее информация синоптиков о погоде. А я напоминаю, что новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу круг.com.ua. Если вы стали свидетелем резонансных событий, информируйте наших журналистов. Обо всем важном и интересном сообщайте в редакцию по номеру телефона 34 00 76. Всего вам наилучшего и до встречи в эфире. По прогнозу гидрометцентра Черного и Азовского морей 23 марта в Одессе ожидается переменная облачность без осадков. Утром туман. Ветер южный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 3 до 5 градусов тепла, днем от 10 до 12 градусов со знаком «плюс». Редактор субтитров А.Семкин